Глядя на этого солидного мужчину сложно представить, что на днях ему исполнилось 70 лет. Офицерская выправка, стать, мужество – это то, что видно сразу. С 1999 года Александр Васильевич Борисов является первым заместителем генерального директора предприятия «Лифтек». В этой отрасли он трудится уже 50 лет. Юбиляр прошел путь от электромеханика до руководителя. Александр Васильевич – коренной житель Одинцова, как и его семья. Закончил службу в армии, сдала меня девушка, пришел и женился. Женился ребенок. Двухкомнатная квартира в Хрущевке на пятом этаже. Мама, папа, брат маленький, относительно маленький. До нас трое, но караул. Надо искать работу там, где можно было получить служебное жилье. Свой трудовой путь Александр Борисов начал связистом Центрального узла связи ракетных войск. Потом пришел электромехаником 2-го разряда на Одинцовский участок специализированного управления «Мособллифтремонт». С особой теплотой именинник вспоминает 11 января 1974 года. Свой первый день на предприятии. Пришел, подсказали адрес, пришел к прорабу, постучался в дверь. Здрасте, здрасте, я такой. Вот пришел устраиваться к вам на работу. Ну спросил, где, чего. Отслужил, отслужил. Образование среднеотехническое, радиотехнический техникум. Ну, говорит, давай. И так вот 11 января, как сейчас помню, я пришел первый день на работу. Александр Борисов имеет правительственные и региональные награды. Награжден медалью за доблестный труд. В его послужном списке можно запутаться. Электромеханик, старший инженер производственно-технического отдела. Главный механик предприятия, начальник зонального участка, заместитель начальника управления, коммерческий директор, первый заместитель генерального директора. Впечатляет тот факт, что 9 человек из этой трудовой династии продолжают работать в Лифтеке. Общий стаж работы Борисовых составляет более 185 лет. А мама у меня еще до меня работала лифтером. Ну, она не в нашей организации работала, а в системе жилищно-коммунального хозяйства. Значит, это вот была КЭЧ Одинцовская такая в свое время. Вот, потому что город делился пополам. То, что построили военные ракетчики, вот, это КЭЧ обслуживали эти дома. Остальные дома, это управление в детсетях, вот, остальное они обслуживали. Вот она работала в этой КЭЧ. Тоже она отработала там года 23, наверное. На предприятии Александр Борисов пользуется особым авторитетом и уважением. Коллеги отмечают, что на него всегда можно положиться. Человек замечательный, очень чуткий, очень добрый. Руководитель очень тоже хороший, принципиальный. У меня только добрые слова в его адрес. От себя, от коллектива хочу пожелать ему долголетия и физического, и на работе оставаться таким же руководителем, еще поработать вместе с нами долго-долго. Всего-всего самого хорошего ему желаю. Здоровья крепкого, оставаться с коллективом, не расставаться. То есть такие люди, их поддержка всегда чувствуется, когда знаешь, кому можно обратиться. Это огромная помощь на самом деле. Александр Васильевич признается, все, что у него есть сейчас, это благодаря работе на предприятии. Он ни о чем не жалеет, и если бы была возможность прожить эту жизнь еще раз, то прожил бы ее точно так же. Милая Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».